Это у нас уже четвертый сезон по обработке каштанов. И, в принципе, каштаны в хорошем состоянии. Обработка каштанов проходит в четыре этапа. На сегодняшний день это уже в первом этапе заключающий день. Мы сегодня покажем, как мы обрабатываем Приморский бульвар. Идет укалывание дерева, то есть уже сделаны отверстия. И новые отверстия не сверлятся, просто там закрыты пробки. Пробки вынимаются, вводится вакцина. И которая по древесине доходит до листа. Сама минирующая моль – это вредитель колюще-сосущий. И за счет этого, что с соком она втягивает препарат, она погибает. В минирующей моле где-то четыре этапа ее вылета. Вот сегодня первый этап, и мы стараемся, чтобы это все дело убрать. Мы проводили, город выделил деньги. Выделены на борьбу с минирующей молью в городе миллион семьдесят три тысячи. Там с копейками, я точно не помню. Цены остались на уровне прошлых годов. Оно не повлияло ничего. По городу будет обрабатываться порядка тысяча сто два каштана. Там еще пару кленов. Потому что минирующая моль, есть такое свойство, она пересаживается уже и на другие деревья. То есть поражать начинают уже и плотаны, она периодически есть, находим экземпляры. Садится на клены. То есть она мутирует и приспосабливается к... Что такое моль? Она даже вот поедает целлофан. Сейчас просто ведется наблюдение, да, и в случае вспышки, уже массовой вспышки по деревьям, будем выходить... Смотрите, она у нас появилась, наверное, с началом перестройки. Она поразила всю Европу, она в Штатах, она кругом есть и уже дошла к нам. Какой ущерб она унесла, допустим, за прошлый год? Были от нее... Ну, смотрите, какой ущерб. Да, вот люди говорят, вот цветет каштан, да, вот ни с того ни с сего засветает каштан. А чего каштан засветает? Потому что его поедают вредители, насекомые, да, и каждое дерево стремится дать потомство плоды, да, чтобы... И вот говорят, вот какое-то явление, почему там в сентябре начинают свести каштаны. То есть ее заедает моль и, ну, и сопутствующие вредители. Кстати, мы не только с минирующей молью боремся, она попутно инсектицид поражает и всех остальных вредителей, которые находятся на этом данном экземпляре. Расскажите, сколько бригад будет работать и по районам города, где это будет? Смотрите, охвачены практически все районы города. Это Приморский бульвар, это улица Королева, это 411 батарея, это парк Дендробар Победы, парк Шевченко. Но мы в городе всего, где-то насчитывается порядка 4 тысяч каштанов. Повыбирали такие массовые места, не массовые, а где, ну, общедоступные места, где часто появляются люди, парки, скверы, проездные улицы. И хочу, пользуясь моментом, сказать, что люди обращаются по дворам. КП «Горзелентрес» не обслуживает придомовую территорию, поэтому все, кто к нам обращается, мы эту фирму, в принципе, нанимаем. Все, кто к нам обращается, мы даем телефоны непосредственно исполнителям работ, которые могут выполнить работу. Но это услуга платная. Одно дерево, вот это выходит порядка 260 гривен. Четыре этапа, и, грубо говоря, тысяча гривен выходит от этого дерева. Много поступило обращений? Ну, мы не фиксируем, сколько у нас в приемной принимают заказы, дают телефон непосредственно исполнителя, дальше я не знаю, как процедура проходит. Договариваются они, не договариваются, этого не могу сказать. Вы сказали про 4 тысячи каштанов в городе. У нас в предыдущие годы обрабатывалось приблизительно, если я не ошибаюсь, где-то полторы, немного больше. Нет, мы не превышали количество, то было 2 или 3 года было по 999 деревьев, а сейчас порядка 1102 дерева, если точно, в этом году обрабатываются. Я proceso добровольцы. ЖенежTrautaki. Работает? Работает? Работает. Друг. Работает. Друг. Продолжение следует...